Кто может поделиться, какая была тема, о чем мы говорили в прошлый раз? Спасибо большое, Рома, да, вот где-то вот, особенно вот этот вопрос, да, который звучал, что такое плод? Вот у каждого понятие плода свое, как бы, вот, так вот, да, немножечко тоже добавлю своего, мы рассматривали, дали определение слова плод, да, если кто помнит греческое слово плод, это карпон, да, такое, ну, такое интересное слово, потом мы узнали, какой плод ожидает Отец Небесный от всех людей, кто, что ожидает Отец Небесный от всех людей, от каждого человека. Покаяния, да, плод покаяния, чтобы человек поменял свою жизнь, то есть он вернулся в отношение с Богом. И третий момент, изучили, какой плод ожидает Бог от христиан, последователей Христа, то есть это разные два плода, вот. Хорошо, давайте мы, что там... О, смотрите, сегодня мы будем продолжать эту тему, и немножко об этом мы говорили в прошлый раз, чуть-чуть были такие вопросы. Тема так называется, что значит быть на лозе. Вот в прошлый раз мы говорили немножко про тему лозы, да, вот, кто помнит Иисус Христос, он делал такую аналогию, или, скажем, метафору такую, ну, предложил, что в формулировке Иисуса Христоса обозначают лоза. Иисус Христос, абсолютно верно. Да. Потом были ветки, ветка. Кто такие ветка? Ветки. Христиане, да, абсолютно, последователи Христа. Это последователи Иисуса Христа. Вот. И вот смотрите, сегодня тема у нас будет такая, что значит быть на лозе. Потому что Иисус Христос об этом очень много говорил. Быть, пребывать и так далее. Вот у нас текст. Пожалуйста, вот. Так что вот такой вот небольшой текст. Два стиха. Я его предложил как бы в современном переводе. Давайте мы его сейчас прочитаем, этот текст, и будем рассказать на эту тему. Кто мог бы прочитать этот текст? Может, Анечка, да, пожалуйста. Да, хоть, может, вы выйти или... А, вот, пожалуйста. Да, спасибо. Спасибо большое, Анечка. Смотрите, вот такой небольшой вывод, как можно считать. А что тут вообще, о чем говорить? Кстати, я бы того скажу, возможно, кто-то есть в той зале и думает, да, это уже сто тысяч раз я уже это слышал, и тут ничего такого нет особенного. Но я думаю, что все-таки было бы здорово, может быть, какое-то будет напоминание себе. Даже если вы уже слышали, думали, размышляли и так далее. Все равно вот у меня предложение настроиться и попробовать максимально как бы все-таки проникнуться этими текстами, потому что все-таки так или иначе мы все люди хотим быть успешными. Я, кстати, ни разу, наверное, не встречал человека, который бы не хотел быть успешным. Успех – это не обязательно деньги и власть, это обычно иметь успех, например, в профессии, в обучении, в чем там еще, да, то есть в форте, в отношениях. Ну, то есть человек хочет быть успешным. Извиняюсь даже за такое сравнение, но даже воры между собой соревнуются, кто из них больше не украл. Ну, как бы, ну, вот так. Это так мир устроен, люди куда-то совершенствуются, да. Так вот вопрос совершенства, не успеха – это один из ключевых, тоже библейских вопросов. Смотрите, итак, слово само «быть», «быть» находиться, вот, я как-то не могу, все-таки, еще заняться темологией этого слова, все-таки, что такое «быть», да, и вот, снова в дальнейшем, греческое слово «быть» – это «мэно», такое вот небольшое слово из четырех букв, которое имеет следующий, следующий перевод, греческое слово «оставаться», «пребывать», «жить» и «быть». «Жить» и «быть». «Оставаться», «пребывать», «жить» и «быть». Это слово, которое употреблено здесь в этом тексте, употребляется в Новом Завете только сто два раза. Вот есть такие, есть такое слово, если кто может знает, «стронг», там, я не помню, я не помню, какое имя, но в общем, фамилия «стронг», но в общем, он определил, ну, есть такие ключи, «стронга», то есть это употребление греческих слов, когда вот он определил количество слов, которое здесь употребляется в Новом Завете, это сто два раза. То есть это слово очень важно, оно употребляется очень много, достаточно. сейчас мы будем немножечко работать в парах. Есть очень интересный вопрос. Вот тексты у нас сейчас есть здесь. У меня предложили по два человека, много не надо людей, друг к другу можете повернуться, взять этот текст в свои руки и ответить на такой вопрос. Как вы понимаете фразу «быть на лозе»? Вот этот текст есть, там написано здесь, как вы понимаете эту фразу. Теперь смотрите, когда вы будете отвечать на этот вопрос, есть два таких важных замечания. Первый, как вы можете определить, что христианин живет на лозе и имеет близкие отношения с Богом? По каким критериям? По каким? Как вы можете это определить? Что вот именно вот этот человек находится в Боге, во Христе, и вот у него такие есть параметры. Почему это можно определить? И вторая такая пометка, дайте характеристики, возможно, у вас есть примеры положительных и отрицательных. То есть, например, вот вы знаете, ага, вот этот христианин находится во Христе, он во Христе, и почему написали, а этот христианин, ну, он по какой-то причине не находится в Боге, он не пребывает в Весу в Христе, и вот почему. Все, вот мы в парах можем друг к другу повернуться, взять этот текст и немножко поработать. Знаете, три минутки поработаем, вот этот один вопрос, пожалуйста, время пошло. Спасибо вам большое за ответы, замечательное было у нас общение. Смотрите, я хотел бы тоже по идее можно раскрыть, но начать с мысли, которую когда-то озвучил Бладен Абдустин на время своей книжке «Исповедь». Я эту книгу прочитал, книга потрясающей глубины, она всего лишь 80 страниц, но я считаю, что книга эта, она имеет гораздо больше страниц подтекста. Теперь смотрите, как звучит фраза. Сейчас. Фраза звучит следующим образом. «Мне же благо прилепиться к Богу». Так? Теперь смотрите, что он дальше говорит. «Ибо если не пребуду в нем, не смогу и в себе». Мне же благо прилепиться к Богу, но если не пребуду в нем, то не пребуду и в себе. То есть, если человек в Боге не будет пребывать, он потеряется сам в себе. Потому что Бог — это правильный ориентир в жизни, который дает человеку возможность быть в здравом уме, так как повернуть человеку человеческий облик. Друзья, следующий момент. Четыре истинные Библии об осветительности. Четыре истинные Библии об осветительности. Первая истина. Иисус Христос призывает привязаться к себе и крепко держаться. Привязаться. Да, вот это слово «привязаться», оно очень сильное, кстати, слово. Это точно так же, как дети привязываются к родителям. Это точно так же, как муж и так далее. Сила привязанности, но столько порой бывает мощной, что человек, имея будущее на расстоянии, не может человека ментально отпустить. Так вот, Христос, Он говорит, что вы должны быть привязаны к Богу. Вы должны иметь привязанность. То есть, если однажды придет мысль в голове, а может мне быть недвижимостью, а потом следующая мысль, а как я буду, я уже не смогу быть и не смогу жить без Бога. Момент привязанности, да, то есть, это не просто привычка, это ты, когда ты понимаешь, что я уже плеваюсь с Богом, да. Теперь смотрите, привязанность это одно, но крепкая привязанность это еще другое, когда ты постоянно находишься на лозе. Следующий, второй момент, вторая истина, которую человек должен проявлять инициативу и усилия проводить время с Богом. Теперь смотрите, какая часто происходит ситуация. Почему-то у нас так сложилось в сознании, что это Божья ответственность с Богом быть. Быть с Богом это Божья ответственность. Хотя Библия нам отладает, Иисус говорит в императиве, в императиве, будьте во мне, будьте, вы, это ваша ответственность. Время с Богом это не Бог принимает решение, а я. Предлагаю вот такую интересную картинку. Смотрите, вот на этой картинке что мы видим? Мы видим жемчужину, которая находится на уровне моря. И дайвер ловит жемчужину с пологода. Он прилагает усилие отпустить свою глубину и взять эту жемчужину. Вот эта вода и сила выталкивающая этой воды постоянно нас моровит вытолкнуть наверх. Но мы должны приложить усилия и вот мы идем туда вот в этой жемчужину. Друзья, Бог это жемчужина, Иисус Христос это то сокровище, которое мы и обладаем. Если мы не будем прилагать усилия искать время с Богом в общении, нас постоянно будет выпалкивать сила нашей труди, каких-то греховных увлечений, сумма, которая заглушает вокруг нас, нас постоянно будет выталкивать наверх, мы так и не сможем. Время с Богом это наша ответственность. Пока я не приму решение проводить время с Богом, Бог не будет меня заставлять это делать. Это решение человека. И Иисус говорит, вы должны привязаться, вы должны крепко держаться на воде. Третий момент. Наша эффективность, результативность это не цель моей жизни, а результат моих отношений с Богом. Смотрите, чему учат мир, в котором мы живем. И вот эти все мотивационные привязки будут спешен, будут проактивны, иди вперед. То есть все время как будто бы тебя говорят, ты должен взять инициативу в руки и идти вперед. Смотрите, Библия совершенно по-другому открывает эту идею. Библия говорит так, что эффективность, результативность наша в жизни, она напрямую говорит, что крепко мы одержимся в Христе. Насколько мы сфокусированы на боль. И это результат наших отношений с Богом. Почему? Потому что сами по тебе мы, вот в этой антиксе это написано. Без меня не можете делать ничего. Ничего абсолютно. Не то, что касается семьи, здоровую семью иметь, воспитание детей, здоровых детей, профессиональная какая-то квалификация и так далее. Если я, мне Христос этого не даст, то без Него я это не получу. О чем твердит этот мир? Ты можешь достигнуть все сам. Это неправда. Это ложь, это обман. Мы сами можем только достигнуть проблем. И я этому примеру могу очень много рассказать истории, как это делается. Как можно набраться проблем без Христа. так вот на самом деле Христос говорит, если вы прибудете во мне, как уважен Августин говорил, если не прибуду в тебе, то не прибуду и в себе. Не смогу я достигнуть самостоятельно того, что на самом деле Бог не может это. И люди часто заблуждаются, они попадают в эту ловушку, они думают, а я как-то, знаете, такой был, когда-то я употребляю афоризм, вот атеисты стали так, мы уж без Бога уж как нибудь, а уж как-то сами как-нибудь, атеисты так, у них был такой лозунг в Советском Союзе, мы уж без Бога как-нибудь, и мы видим, к чему это без Бога как-нибудь, оно к чему это все пришло, можем наблюдать сейчас своими глазами, да, то есть только в Боге, во Христе Бог дает нам возможность рост и разум. Четвертый момент, если мы не находимся в тесной связи с Иисусом Христом, нас ожидает разочарование, нас ожидает пассивность и духовное отмирание. Это просто, это настолько, это очень глубокая духовная истина. В разуме со Христом мы начинаем увядать. Будем об этом говорить. мы об этом еще будем говорить, потому что я эту идею развиваю. Еще раз, если мы не находимся в тесной связи с Иисусом Христом, нас ожидает разочарование, пассивность и духовное отмирание. Смотрите, Иисус Христос в императиве говорит, будьте плодоносными, будьте результативными, зарабатывайте много денег. В этом текст ничего как написано. Кстати, вот так обратите внимание. Там написано, что ваше действие на лозе, крепко держитесь лозы, будьте со мной, я вас потом благословлю и дам все и мне хочется. Анечка, я потом, прошу прощения, просто у нас время ограничено, нам надо в 6-10 закончить. Так что спасибо тебе за активность, молодец, надо немножко продвигаться. Что нужно быть, чтобы быть на лозе? Вот у Анечки было что такое тесная сеть? Смотрите, друзья, предлагаю такой момент, мы еще потом в парах тоже будем делиться, молиться еще друг за друга. Что нужно? Что нужно, чтобы быть на лозе? Потому что быть на лозе мы уже поняли, это очень важно, это ух, классно, все. А что же для этого нужно? Первое, друзья, надо понять, что наша ответственность быть близко с Иисусом Христом, а не производить плод. В этом тексте не написано, что ваша ответственность производить плод. вы должны производить плод. Там не нет, в этом не нет. Иисус говорит, Христос говорит, ваша ответственность быть во Христе. И прилагайте для этого всю силу, которая у нас есть. Второй момент. Смотрите, что вы здесь видите? Вот на этой картинке, что здесь? Спортсмен в лоб пересекает синий слой чертов. Расскажу вам одну историю, которая совершенно недавно случилась у нас у нас в школе был такой день спорта. И вот дети выводят на площадку, они делают равных сил, и дети, которые достигают результатов, им дают спортивные трофеи. Но они так и называются. Трофеи. Там медали, кухни, карандаши, там и все такое. И вдруг я прихожу в школу, вместе с Астанют, и смотрю, Назар расстроен. Он грустный. И я думаю, что ж случилось, в чем проблема? И мы приходим домой, вдруг потом Аня мне говорит, что Назар расстроился, что он не получил ни одного трофеи. Он же пришел на спортзеле. У него же было желание получить трофеи. Но что произошло? Он его не получил. Получили другие дети. И он расстроен. И Аня задает ему один простой домальный вопрос. Назар Что ты сделал для того, чтобы получить этот трофею? Хорош вопрос. Он говорит, ну так там же есть один мальчик. Он говорит, они говорят, этот мальчик каждый день ходит на футбол. Что ты делаешь по спорту, чтобы получить трофею? Часто мы христиане напоминаем вот такой случай. Мы не хотим ничего делать для Бога, но получить трофею. Оно так не работает. То есть и мы приняли Смазар решение. Все, с этого момента мы ищем спорт, куда мы идем. Мы записали их на плавание и решили записаться на дедом. На борьбу. Все, вот с этого момента начинается спорт, с этого момента начинается тренировка, с этого момента будут трофеи, потом, когда ребенок будет готов. Друзья, наша ответственность, я так это назвал, стать чемпионом в жизни с Христом, это правильно расставленные приоритеты в жизни. Божье всегда стоит первым. Сейчас проблема наша в том, что то, что касается Бога, мы все время где-то откладываем на потом. Но мы потом будем стать бедой, мы потом будем узнавать о Боге, мы потом будем молиться, мы потом будем что-то делать для Бога. И нам иногда кажется, что духовные трофеи, духовные вот эти все победы, они сами с собой придут. Не придут. Потому что для того, чтобы спортсмену победить медаль и победить на соревнованиях, что должен сделать спортсмену? Пахивать, как говорят. Он должен сесть на меду, он должен привести свою жизнь, он должен себе отказать многих вещах, которые могут делать его сверстником. Сверстником можно, ему нельзя, он идет на меду. Поэтому, друзья, стать чемпионом в жизни со Христом можно только тогда, когда вышли на правильные приоритеты. И я инвестирую свою жизнь в духовные вопросы. Не придет само, не будут трофеи, не будет. Само собой ничего не делается. Там где боль там рост. Мы это знаем. Это аксиома. Третий момент. Какие эмоции или чувства я ощущаю? Давайте сюда немножко протестируем. Эмоции и чувства. Это часто индикатор качества моих отношений с Богом. Меня сейчас наполняет. Может быть чувство страха, может быть чувство приводы, может быть чувство я не знаю спокойства, у что-то упускаю и так далее. Что меня наполняет? Либо меня наполняет чувство наполненности. Кстати, чувство опустошения внутреннего это тоже часто индикатор отсутствия отношений с Богом. Человек пустой внутри. Он внутренне эмоционально опустошен, духовно опустошен. Если это есть, значит есть проблема. Потому что когда человек достаточно сильный, то человек чувствует духовную наполненность мир не смотря на обстоятельства. Радость, мир, любовь, благотерпение, благость, воздержание, умение владеть собой. Это все эти эмоции и чувства, которые все называют. Он ощущает себя на лозе. Четвертый момент. Когда был слоган «Мы то, что мы едим». Если перенести вот эту идею в формат духовный, то смотрите, что происходит в нашей духовной жизни. Ведь на самом деле, я не знаю, наверное, ни одного человека седящего знали, кто бы не следил за своим питанием. Я не знаю. То есть вам же не все равно, что вы едите в холодильнике. Мне не все равно. И вам не все равно. А ничего, это потихло молоко. А ничего, все, выпил. А ничего, там можно коглубцов гонить. А уже это мясо невозможно есть. Почему? Потому что я знаю, что если я буду это есть, отравануть, меня на три дня уже не я уже буду не функционировать. Мы очень сильно следим за тем, что мы едим. Мы очень сильно следим. Как мы работаем в формате духовной жизни, что происходит сейчас у нас? Абсолютное игнорирование в нашем духовном здоровье. Смотрите, какие у меня интересы? Что я смотрю, что я слушаю, о чем я постоянно думаю. То, что я делаю, приближает или отдаляет меня от дуги. Просто проанализировать, какой контент потребляет мой разум. Что попадает в мои глаза. На что я обращаю внимание, что очень часто кстати классная проверка, когда вы открываете глаза, или мы открываем глаза, вот первая мысль, о чем я начал думать в этот момент. Когда я закрываю глаза, о чем я думаю, это часто показатель, на самом деле, в чем я нахожусь, где мои глаза, настоящие. Это очень сильный момент. Опять же, как знаете как, что наполняет мой текст, а тем я не что мы смотрим, что мы слушаем, о чем мы думаем, то часто мы то и есть, на самом деле. И нам не надо тогда удивляться, ой, о чем мне такие дурные в голове, а почему мне там, ну и так далее, и так далее. Просто я не фильтрую то, что поступает на разум и на сердце. Например, некоторые вещи, которые стоило бы отказаться, друзья, я просто говорю, например, тикток, это вообще надо от этого сказать. Потому что там больше вреда, тем более. И так далее. Следующий момент. Сколько времени в день я провожу в общении, в общении с Богом? Видите, упустил невидимый. Сколько времени в день я провожу в общении с Богом? С Творцом, вот, смотрите, сколько времени в день я провожу во все Молитва, размышления, чтение духовной литературы и так далее с творцом тем, которыми мы делаем. Просто элементарно задать себе вопрос. Опять же, смотрите, тоже очень сильный индикатор. Сколько нас мы едем в день? Сколько нашему телу надо есть раз в день? Ну как минимум три раза, правда? Мы встали, помылись, покушали, потом пообедали, поужинали. Если я пропускаю какой-то прием пищи, что со мной происходит? Раздраженность, дискомфорт и так далее, и так далее. Что происходит в духовной литературе? Если я духовно не питаюсь, я не питаюсь в отношении с Богом, это отражается в моем духовном здоровье. Это абсолютно все. Оно так работает. Поэтому сколько времени и день я провожу в отношении с Богом? Вот мои отношения с Богом, моя связь с Богом. Это очень сильный момент. Друзья, смотрите, сейчас мы будем в общении в группах, было бы здорово. Вот, кстати, познакомиться. Вот, может быть, Сережа там немножко... Ну и потом еще познакомиться после общения. Друзья, смотрите, сейчас поделитесь, пожалуйста, в группе, друг с другом. Вот есть два вопроса. Немножко провокационных вопросов, но это хорошо. Можете помолиться друг за друга, когда вы поделитесь. Ну, к сожалению, извините, ну три минутки есть, я чуть затянул, но... Первый вопрос. Что для вас важно было услышать сегодня из Библии? Из этого библейского текста? Что было важно услышать сегодня? И второй вопрос. Какой шаг вы можете предпринять уже сейчас, чтобы быть молодец? Или чтобы вот эта связь со Христом была более честной, более серьезной? Мы можем поделиться друг с другом. Вот, пожалуйста, время пошло. И помолитесь друг за друга, конечно.